МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На базе Артека создана базовая кафедра, в рамках которой очень удачно сочетается теория с практикой. Таврическая академия также в рамках практической подготовки проводит активную деятельность. А данные ситуации мы успешно сопрягаем науку с образованием и с профориентацией, потому что сегодня у нас представители различных регионов Российской Федерации, которые все могут быть нашими потенциальными абитуриентами. А ребята однозначно талантливы, потому что именно междисциплинарность Владимира Ивановича их очень-очень привлекает. И вообще имя Владимира Ивановича – это как раз-таки то консолидирующее начало, которое может объединять интеллектуальный потенциал нашей страны. Чтение имени Вернадского явились завершающим этапом Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ. Конкурс – это образовательная программа. Ее главной задачей является творческое развитие всех юных исследователей. Сегодняшняя поездка в Крымский федеральный университет для нас играет очень важное значение, поскольку чтение носит имя нашего выдающегося ученого Вернадского. И этот конкурс состоит из разных направлений. Дети представляют исследовательские по 25 различным предметным направлениям, но все они так или иначе связаны с учением Владимира Ивановича, поскольку это был человек настолько широких научных взглядов. И в рамках чтения и окруженных туров, и всероссийского тура всегда ребятам рассказывается об этой выдающейся личности. И для многих ребят, конечно, он является образцом гражданственности ученого. Конечно, ребят интересовали вопросы, связанные с жизнью и деятельностью Владимира Ивановича Вернадского в Крыму. Продолжением и воплощением научных взглядов и его теорий. Каждая работа, которая была на конкурсе, она по-своему индивидуальна. Они, ну, дети, они все делали эти работы на разные темы. И вот для нас всех Владимир Иванович Вернадский является человеком, вот примером человека, ученого, ну, каким должен быть ученый. Он должен разносторонне развитым быть. Мы много узнали о его работе, о его жизни, о людях, с которыми он был, о самом этом университете, его истории. Было довольно-таки интересно. Гости побывали в научно-образовательном центре ноосферологии и устойчивого ноосферного развития. Прослушали лекцию Вернадский и его роль в становлении науки в Крыму. Как раз период, который посвящен жизнедеятельности Вернадского в Крыму, охватывает небольшой срок, вот с 1919, конца 1919 года до начала 1921 года, когда Вернадский стоял у истоков становления научных направлений в нашем университете. Позже ребят познакомили с экспозициями ботанического сада имени Николая Васильевича Багрова и подарили на память книгу «Вернадский и Крым». Редактор субтитров А.Семкин